Мы, друзья, прибыли на парковочку к фармерс-маркету. Вот там справа, Света, покажи, может быть, чтобы было понятно, чья парковочка. Это университет Санта-Круз. С чем мы идем на фармерс-маркет, друзья? Мы идем с такой тарелочкой, которая на самом деле, вот она выдавливается, нежно выдавливается. Что мы туда возьмем, Света? Помидоры. Все. Вот здесь у нас будут помидоры. Или клубнику. И что? Или клубнику. Или клубнику? Ну, посмотрим. Пойдем посмотрим. Пошли посмотрим. Да, друзья, я знаю, что сеном вас не удивить, но, Света, как ты думаешь, для чего вот сено на ярмарке тут? Я думаю, чтобы сидеть на нем. Да ты что? Да. Взяли там пару кубиков, на них поставить можно что-то. Я понял. То есть это, грубо говоря, подставки просто. Ну да, но оно создает такой, знаешь, антураж очень симпатичный. Да, да, антураж замечательный. Как и положено, друзья, по-американски, тут правила такие. Значит, говорят, не курить. Да, овощи свежие наберутся еще дыма там. Зверей с собой не водить. Вот. Если только это вот не служебная собака. Так, для слепых там и так далее. И не продавать ничего, если у тебя нет разрешения на продажу. То есть для того, чтобы здесь торговать, люди получают разрешение. Билетик покупают. Какой назван это? Это ханикрест. Ханикрест. Это органические? Да, это тоже. Медовые хрустяшки. Ой, да. Света, мы не можем не взять такого. Это просто невероятно. А почем? Известно? 75.50? Сейчас началось. Цена непонятна. Так, такие, видите, органические яблочки. Света все хотела найти Гривенштайн. А вот с этой стороны уже и название есть. Видите, тут не просто там с понтом органик. Это сертифайт органик. Вот это Фуджи. Это Ханикрест. Вы видите? Галла. Джона и Галла. Красиво, друзья. Они еще и пахнут так. А это вот так выглядят. Вот так выглядят американские фермеры, выращивающие яблочки. Вот я показываю ребятам ценник тут. Они говорят, что за все сорта яблок 2,25 за фунт. Это дорого вообще для яблок? Это вот если пойти, например, в хороший дорогой магазин. Сколько там? Нет, это органические, это нормально, дешево. Это дешево? Для органических. Но другое дело, что когда ты показываешь органические, не в специализированных магазинах, вот там и тип коробки, и чего-то там, кажется, намного дешевле, но в принципе это нормальная цена. Вот эта коробка, которая стоит, это 16 долларов стоит. Такой мишки запахливый, не всякий какой. А двойная такая коробка уже стоит не 32, а 28. А маленькая стоит, что там стоит маленькая? 3 доллара или 9 за тройную. Такие тоже. Они режут эту коробку на маленькие. А вот они, вот они, тройные. Так. И вот ценник, говорят, 3 доллара за клубнику, за малину. Я не знаю, как правильно перевести BlackBerry и BlueBerry. В общем, чернику-голубику. Так. Условно. А вот народ прикалывается. Они развлекают тех, кто тут торговлей занимается. Кукурузка по доллару за початок. Это не так выглядит. А это такие наборы травок всяких. Даже вот с цветочками. За 3 доллара такой пакетик. Да. Оругула. Я не знаю, как по-русски это назвать. Но это очень-очень классная. Исключительно полезная травка. А это вот baby spinach. Шпинат такой маленький. Юный. Юный шпинат такой. Не разросшийся. Ой, мамочки. 3 за 4 доллара. Вот такие маленькие. Как капусточки. Так. 3 за 5 долларов. Так. Это чарт. Чарт. Я очень уважаю чарт и кейл. Вот тут слева. Они очень-очень полезные. Все это знают. И в общем так используют. Так. Петрушка. Вот прям так и говорят. Открытым текстом. Петрушка. Картошечка. Говорят, намешанных размеров. 3 доллара за фонд. Это все на самом деле дороже, чем люди обычно покупают. В простом магазине. Ну, дешевле, чем если бы мы пошли в магазин органической еды. Здесь органическая еда дешевле, чем в магазине. И свежее, конечно, несравнимо. Да. Вот разные виды свеколки. Так. Лук. 2 доллара. Да. За что? За фонд. Помидорчики. Красивые. Красивые. Так. А это специи, ребят. Здесь пахнет. Они-то еще объясняют. Говорят, вот эта травка. Вот она. Это тарагон. А вот эта травка. Это... Так, что они говорят. Органически выращенный. Какое-то там лимонное чего-то. Я даже не знаю. Вербена. Какая-то лимонная вербена. Так. А тут у нас... Тут у нас что? Чайпс. Это чесночок. Вот он. Дальше что у нас там? Где там чарт, не знаю. Но вот тут есть. Так. Это... Пахнет... Значит, сейдж. Это шалфей. Это не знаю, как перевести. Вот. А это розмарин. Вот справа. Вот это. Вот розмарин. Вот он в основном и пахнет. Помидорчики. Три за фут. Вот я хочу сказать, что эти помидорчики в магазине, где мы обычно покупаем. Тут есть такой с органической едой. Вот такие стоят... Маматара. Мы прошлый раз вот... Я демонстрировал, как они поедаются. Вот такой маматара стоит 4,50. Здесь стоит 3. Очень вкусные. Я их очень люблю. Да. Это хейрлум. Хейрлум томата. Очень вкусные тоже. Ну-ка, дай я тебя понюхаю, как он пахнет. Друзья. Понюхав такое, хочется непременно съесть. А мы специально пошли. Мы еще даже не позавтракали. Так, пошли рано. Вот. Чтобы не прийти, как в прошлый раз, к шапочному разбору. 2 доллара брокколи, 1,5 доллара пучок редиски. Надо сказать, что когда ходишь на большие фармерс-маркеты, вот у нас там, в Кремниевой долине, там обычно вот меньше 2 долларов, ничего толком нет. Пучок чего хочешь, будет 2 доллара. Так они подбирают специально, что я не знаю, размеры этих пучков. Пожалуйста, капустка цветная 2 доллара фунт. То есть ее взвешивают надо. Надо сказать, что вот эти дыньки пахнут невероятно. Они 4 доллара дыньку или 2 дыньки, тогда за 7 долларов. Вот вы видите здесь такое все, как, ну, не как в магазине, да, но так по-простому. И видно, что выращено без химикатов. Вот даже по форме такой не, как сказать, не идеальный там и так далее. Так, это фенол. То есть мы неделю назад мы вам показывали, как мы зажаривали этот фенол. Вот он пахнет. Ой, хорошо. У нас на канале сказали, ребята, что пахнет анисом. Наверное, наверное, похоже. Да. Ну, надо сказать, что в зависимости от того, куда мы пришли, товар в значительной степени повторяется. Как бы есть разные фермеры, с предлагающей одно и то же. То есть ярмарочка хоть и маленькая, но если пораньше прийти, то есть выбор. Ой, ребята, яблоки небольшие вот эти. Вот они все небольшие. Вот, так сказать, вот и один ящик, и второй ящик, и третий ящик, но они невероятно привлекательные. Просто вот даже не хочется уходить с этого места. Вы понимаете, что творится? Да. А, хорошо. Вот эти, может быть, не так. А это похоже на айву. Да. Острый перчик. Маленькие игрушки. Да. Есть, есть что выбрать, ребята. Есть из чего выбрать. И даже так пройтись для настроения тоже хорошо. Это помидорчики, называются early girls. Вот они уже сели и никуда не идут. Видели ли вы, друзья, капусту такой формы? Это им очень вдохновляет. Правда, святая? Ну, очень, во всяком случае, это интересная, мы ее попробуем. Так на ощупь она вроде как обычная капуста. Твердая? Да, тут обычная капуста тоже есть, вот. Да, а почем? А хотя пишут так, капуста, может быть, капусты. Доллар 50 за все капусты. Слушай, какая вот эта вот красная, красивая. Ну, красная вот такая. Слушай, вот она такая даже тут с испаренной такой, понимаешь? Да, и мариновать хорошо. А вот эту вот, давай возьмем вот эту бабочку. Давай бабочку. Вот, и допустим, какую... И не бабочку. Ну, мне бабочку сильно большую не хочется брать. Ну, допустим, такую нам на пару дней. Так, хорошо. Так, это капусту мы взяли. Теперь тут нам нужно перец. Да. Нам нужно перчики взять, это мы супчик сделаем здесь. Отлично. С рыбкой? С рыбкой. С рыбкой. А может, подлодку не хватит, я тебе даю. Вот и чеснок хотел еще. Да. Вот, смотрите, какие бобы. Называется фава бинт. Вот они. Ага. Здоровен. Вот, смотрите, вот я в руку возьму. Вот мой кулак вот такого размера. Это называется сладкие перцы. Айлендер. Островитянин. Слушай, мы вообще вот этих вам никогда вообще не ели, да? Ну, я вообще не знаю, как это ели. Артишок. Артишоки. Они как-то что-то обсасывают. В общем, с артишоками, друзья, у нас не сложились отношения. Слушайте, ребята, какая картошка, смотрите. Вообще. Purple Viking. Purple Viking, да. Пурпурная викинговая картошка. Ну, давай попробуем. Да, Света, я хочу сказать, что просто возникает желание попробовать. Потому что она везде белая. Ну, я надеюсь. Вы видите, там велосипеды люди оставляют. Университет вообще такое место. Вот. А тут я вам хотел показать. Это называется такая мусорная станция, да? Вот отходы. Станция отходов. Вот три разных коробки на разные случаи жизни. А вот люди ягодки продают. Ну, не только ягодки. Это у них и груши тут. Ну, вот там дальше ягодки, малина. Какие одухотворенные персики. Вах. Да, 4 доллара за фунт. Потрясающе. И вот эти тоже. Они какие-то, знаете, одним своим видом какое-то целебное воздействие оказывают. Нектарины. Да, знаете, какие. Ох, красавцы. Тоже персики. Сливки. Еще сливки. Это по 4 доллара. Практически все вот эти вот сливы, что мы смотрим, они все. По 4 доллара. Вот эти мы купили в прошлый раз. Невероятный. Невероятный вкус. Ой, тоже, тоже 4 доллара. Такие здоровенные. Ой-ой-ой. Да. А чтобы люди не сомневались в достоинствах, вот здесь можно попробовать. Вот они тут с названиями. Сливки. Видите, так. Щипочки, чтобы руками не хватать. Все культурно. Светлана заметила, что вот что-то никто огурцов не продает. Обычных, привычных нам огурцов, друзья. Что-то и не видать. Так. 80 центов за фунт арбуза. Так. Хорошо. Цветочки там. 5 долларов в букет. А вот еще фенел. Мы в него влюбились, надо сказать, за ту неделю, что мы отсутствовали. Его первый раз попробовали, в практическом плане, в прошлый раз, вот неделю назад. Мы за это время еще два раза докупали, покупали, готовили в разных там ипостасях. Света заказала чай из фенела. То есть она нарыла очень много информации. Фенхель, да, я извиняюсь, по-русски фенхелем называть. Она нарыла очень много полезной информации в сети о том, вообще, какое-то потрясающее растение. И мы теперь стали, ну, пока что вот мы фанаты фенхеля. Спелые авокадо. 4 доллара за фунт. Да, они мягкие, ребята, ох, они мягкие. Прямо как масло. Вот его можно намазывать, как масло. Есть еще, черт, но проб. Мандарины. Такие. Так. 2 доллара в фунт. Очень-очень красиво все. Так. А это, друзья, фиги. Привет. Привет. Южно. Южно вы выживаете сами? Южно, мы. Где это зеледно? В этой культуры. Это небольшая, мы имеем фарм в несколько кварталов. Это единственный способ, чтобы вы их продали? Или вы продали в магазинах? Да, так же, но в основном в фармаркетах Эти кухни. Очень красиво. Ой, красиво, ребята. Видите, они даже не столько кушают, сколько просто слушают музыку. А вот там женщина, у нее такая маленькая бебечка. Маленькая бебечка у нее на груди. Это маленькая бебечка. Там ножки торчат. Часто спрашивают, друзья, есть ли в Америке очереди? Есть. Вот за хлебом, пожалуйста, в Америке очереди за хлебом. Вот посмотрите, какой. Ну-ка. Пахнет, оно пахнет хорошо. Да. Вот там. Вот такие хлебушки. Хорошо. А вот и вкусности всякие, сладости. В печенье. В печенье. Мне это очень мощно. И смешно дешевле. Приклеиваешься на здесь. Я читаю. Л чуть-чуть, сколько это medication пи pharmacов. Это наBN ess нояло. Продолжение следует...